Расстрелянные дали Мы настали, как утро настает Шагали в бой бесстрашно И целый мир узнал Крутую песню нашу Интернационал Это поступь великих веков Где мечты свершения бессмертны В истории нет ветерков В истории только ветры В истории нет ветерков В истории только ветры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы решили продолжить разговор о труде Потому что труд это основа Это фундамент всего Это как хлеб Можно любить пирожные Можно обожать пряности Но без хлеба не проживешь Внимание Говорит и показывает Москва Наши микрофоны и камеры Установлены в Большом Кремлевском дворце Я был участником сессии Верховного Совета На которой принимался 11-й пятилетний план И шел разговор о перспективах до 1990 года Вместе с другими депутатами Я голосовал за принятие плана И он стал законом Законом, обязательным для исполнения Суть его известна Это повышение эффективности И качества всей нашей работы А что это значит конкретно для каждого из нас? Какие человеческие черты При этом являются главными и необходимыми? И вот мы решили поговорить об этом всерьез И не только о достижениях Но и о проблемах Подчас очень серьезных и сложных Мы встречались с разными людьми Не знаю уж Был я для них интересным собеседником или нет Но для меня эти встречи были очень дороги и интересны Ведь это очень важно и для моей собственной профессии Впрочем, давайте перейдем к делу К нашему общему делу С берегов Кубинского озера Ушел когда-то в люди крестьянский сын Сергей Ильюшин Будущий академик К тому времени знал он только две книги Ветхий завет и часослов Субтитры создавал DimaTorzok Самолеты связанные с именем героя социалистического труда Лауреата семи государственных премий Сергея Владимировича Ильюшина Стали известны во всем мире Он еще был полон творческих замыслов Но сказывалась болезнь И он принял решение передать КБ Своему ученику и ближайшему помощнику Теперь уже дважды герою социалистического труда Генриху Васильевичу Новожилову Он мне сказал Знаешь что Вот иногда говорят слава А ведь знаешь что слава вещь Между прочим я тебе хочу сказать откровенно Обременительная И вот если уж ты берешься за это дело То ты запомни Что тебе от многого придется отказаться Потому что главная задача Если хочешь чтобы самолеты были Надо ими заниматься все время Если сказать откровенно Я с детства мечтал стать летчиком Но мне кажется что профессия Генерального конструктора вам тоже знакома Вы сыграли эту роль в фильме Украшение огня? Да было такое И кстати я имею некоторое отношение к авиации Потому что я почти 8 лет послужил Авиационным техником на самолете Пе-2 Но это очень приятно Авиация область хорошая И как говорил Сергей Владимирович Ей стоит посвятить жизнь Вот говорят творчество По-моему Это гигантский объем работы И генерального конструктора И всего коллектива И каждого члена этого коллектива Вот когда коллектив заражен единой идеей И когда он стремится выполнить Во что бы то ни стало Вот здесь и появляется То самое творчество Без которого Мне кажется Нигде нельзя И неформальные отношения Безусловно Я скажу так Что вот когда конструктор чувствует Что то что он делает Сегодня нужно производству Когда к нему приходит Технолог с производства И говорит Слушай когда дашь чертеж Мне надо делать оснастку Мне надо заказывать материал Когда он чувствует Что его поджимает что-то Вот тогда Мне кажется Работа для него Перестает быть Каким-то непосильным трудом Она становится В определенной степени И удовольствием И увлечением А когда человек увлечен делом Он не замещает ни времени Он старается Решить поставленную задачу Генрих Васильевич У вас огромный коллектив Вот как вы считаете Что заставляет людей За дня в день Работать честно Если он знает Что ему не грозит безработица Что его не могут Выселить из квартиры И все-таки Что же тогда Его заставляет Честно и добросовестно Трудиться Кирилл Юрьевич Мне кажется так Вот когда хотят Дать хорошую оценку Проделанной работе Высшую оценку Говорят что Мы поработали Не за страх А за совесть А совесть Это нравственное сознание Человека Сознание Вот в 1948 году Когда я молодым специалистом Пришел В конструкторское бюро Сергей Владимирович Ильюшина То всех нас Молодых ребят Поразило одно Это Всеобщая атмосфера Занятости Я бы сказал Ответственности За ту работу Которая ведется В конструкторском бюро Я должен вам сказать Что вот на нас Молодых ребят Студентов Выпускников Мы на преддипломную практику Пришли к Сергею Владимировичу Вот Эта дисциплина Произвела Исключительно сильное впечатление Я считаю что Наше сознание Эта дисциплина Подняла на новые ступени И я бы сказал Даже дала закалку На всю жизнь Это очень важный фактор А другое дело Приходит молодой человек В коллектив Где можно и поспорить И пошуметь И газету почитать Ему кажется Что это нормальное Нормальное Поведение на работе Но должен сказать Что без крепкой дисциплины Не может быть Ни творческого коллектива Ни коллектива Который вообще Создает хорошие вещи Вот Поэтому я стою За строгую дисциплину А что такое строгое Это понятие Такое Что Человек Который Сознательно Относится к труду Он Сознательно Выполняет Все свои обязанности Вот для него Никакая дисциплина Строгой не будет Потому что Не к чему Применить строгость Он не опаздывает Он не разговаривает Во время работы Он не читает газеты Он выполняет То что ему положено Он сознает Что Он пришел на работу И ему нужно делать дело И вот Для него нет строгости Ну хорошо А тот кто Несознательный Какие можно Применить к нему Санкции Как его заставить работать Ну У нас В таких случаях Много мер Лишить премии Можем Символически Потому что Для того Чтобы лишить его премии Нужно издать Документ Снять с него Там какой-то процент Вот начальник Начинает думать А стоит ли За 10% Такой документ Издавать А просто так Это Тоже кто-то не поймет Вот так оно и получается Что вроде Есть способы А вместе с тем Они что-то Слабо действуют Но я считаю Что и руководители У нас не всегда Правильно Этими способами пользуются Или не пользуются Вообще Даже иногда Исходя из того Что он зачем портит отношения Да И потом Если он хороший специалист За него держатся Безусловно Но я бы сказал так Что хороший специалист Недисциплинированным Быть не может Вот если он хороший специалист То В понятие Хороший специалист Входит И отношение его к работе Сознательное отношение Я вот не знаю У нас хороших специалистов Ну Разгильдяев Будем говорить Или нарушителей Трудовой дисциплины Это не совместит Расстояние Расстояние Проблемы Нашу эпоху Часто называют Эпохой экологического Обнищания Это действительно так Индустриальное общество Часто игнорирует Значение биологических ресурсов В жертву промышленности Приносятся Виды живых организмов Экосистемы Ландшафты Примеров предостаточно Урбанизация поглощает Десятки Сотни видов флора и фауны Мало кого волнует Что к концу столетия Исчезнет 500-600 тысяч видов Флора и фауны Выступает Игорь Алексеевич Мельников Кандидат биологических наук Сотрудник Института Океанологии Академии наук СССР Дрипующие льды Это тонкий инструмент Климата в северном полушарии Основная наша задача Состоит в сохранении Их чистоты В сохранении Всего живого Комплекса льда А значит Всего того Что так красиво Так кратко Обозначается Одним прекрасным словом Арктас Страна белой медведицы 20 апреля 1977 года Группа ученых Из Арктического и Антарктического Научно-исследовательского института Выполняя программу наблюдения За дрейфующим льдом Совершила погружение В географической точке Северный полюс Арктика до сих пор Остается одним из Мало исследованных Мест на Земле Ну и потом Конечно Это то Что человека Всегда Тянет за горизонт Как говорил Нансен И поэтому Наша работа Как раз была связана С тем чтобы изучать Арктику И дать какие-то Определенные рекомендации Народному хозяйству Чтобы можно было Охранять природу севера Братья из этой кладовой Но так чтобы это было Не просто А по-настоящему По-научному Ну и конечно Еще хотелось бы Конечно Гость земную Посмотреть Пощупать В этих льдах Люди плавают На этих льдах Люди Исследователи работают На этих льдах Путешественников Сколько экспедиции Погибало Или достигало Успеха Поэтому сам лед Заслуживает Самого пристального Внимания Как среда судоходства И даже как среда Обитания Даже Редовых организмов Да Это так кажется Что лед Сверху белый И ничего там нет А если посмотреть внимательно То лед Пронизан буквально жизнью От верхней До морской поверхности Вся толща льда Пронизана жизнью Любой кусочек льда Он представляет Из себя Ничто иное Как Сгусток жизни Из тех фрагментов Которые мы видели Мы уже поняли Что ваша работа Связана с определенным риском Мне интересно Что вас Заставляет Заниматься Этой работой Кроме всей Науки Которую ты там делаешь Еще просто Ну необыкновенно Красиво быть Подо льдом В таких страшных Мрачных условиях Тебя отделяют Над головой Многометровые льды Которые движутся Ломаются И под тобой Еще многокилометровая Толщина воды Это получается Работа В абсолютно Черном теле Поэтому вот Когда ты находишься В такой стихии Один на один Клянусь вам Честное слово Горд за себя Что попал В такую прекрасную Ситуацию Как Артика Я должен назвать Их имена Эти трудные А порой И опасные Исследования Ведут Ленинградцы Сотрудники Арктического И Антарктического Научно-исследовательского Института Владимир Дмитриевич Грищенко Геннадий Александрович Кадачигов Николай Шестаков И уже знакомый нам Игорь Алексеевич Мельников Выхожу на полигон Ну как там Все цело? Как будто Повторяется Сейчас проверим Подойди К фоторегистратору Как там Твои прокладки? Вот теперь Все нормально Поехал дальше Заканчивай Заканчивай Будем тебя поднимать Слав Что там за шум? Бул такой Слышишь? Во время Одного из погружений Произошло неожиданное смещение льда Закрыло лунку Для выхода на поверхность Заклинило сигнальный конец Геннадий Кадачигов Оказался в западне Между многометровыми льдами И огромной черной глубиной океана Кислорода оставалось На 2-3 минуты Сразу скажу Спастись удалось чудом Через запасную лунку Сработала находчивость Воля И четкая работа Всех ребят В этот экстремальный момент Вы Точно осознавали Что находитесь В смертельной опасности Тебе было страшно Кстати Опять Такие знаете Категории тут Сложные Ну Конечно Дело в том Что каждое погружение Под воду В таких В общем-то Довольно серьезных условиях В Арктике Оно В общем-то Несет опасность Себе какую-то Безусловно И мы к этому В общем-то Ну готовим себя Скажем так То есть Мы не исключаем Возможность Какой-то Экстремальной ситуации Когда придется вообще побороться За свое собственное существование Трудности и опасности Они потом ощущаются Когда работа сделана А когда работаешь То В общем-то Никаких Трудностей и сложностей нет Ты работаешь Делаешь нормальную работу Не думаешь ни о риске Вот О трудностях Просто выполняешь Свои задачи Решаешь их быстро Ну С другой стороны Конечно Часть трудностей и опасностей Стали привычными Все-таки Бывают моменты Когда Ты проверяешь себя В какое-то мгновение Когда вот Бывают ЧП непредвиденные Когда надо Собрать Свои нервы Жилы В один комок И Сделать так Чтобы ничего не случилось Вот Но об этом знают Только Твои близкие Ребята С которыми ты работаешь Сам И конечно Ни жены Ни твое начальство Никто другой Но такие моменты Они безусловно Бывают Но редко К счастью Глядя на них Я думаю о том Что каждая эпоха Выдвигает Свои задачи И люди находят Резервы мужества Воли и силы Чтобы их решать Мы сами не знаем Предела своих возможностей То что еще вчера Оказалось немыслимым Сегодня делают Единицы А завтра Десятки тысяч Советских людей Часть премировали Крупными денежными премиями А части Четверым Двум старшим мастерам И двум рабочим Лучшим Взяли и выделили квартиры Приказом по заводу Я вам скажу Когда мы собрали Всех вот этих Юбиляров Это в канун Нового года И вручили ключи И вручили ключи Ну конечно Причем ключи взяли Знаете Сувенирные Большие такие Похож на Как от крепосты Их ворот Муж принес Понимаете Домой жене Ключ от квартиры Причем С правом Обменять на настоящий Как только будет Жилье У нас жилья еще не было Ну просто Физически не было жилья Оно появилось Где-то Во втором квартале В общем Несколько Отоваривали Да Отоваривали И эти ключи Уже во втором квартале Выдавали настоящие ордера И ордера Когда выдавали Тоже вызвали Их с женами Вызвали Ну народу много Собрали в своем тех кабинете И вручили публично Эти ордера Это был настоящий праздник Примерно месяц На заводе Только об этом и говорили Причем сказали Что товарищи И для вас Путь не заказан У нас еще впереди 71-й 72-й Целая пятилетка Валерий Григорьевич Мы с вами знакомы Уже очень много лет Познакомились мы с вами В прекрасном поезде Красная стрела И вот К моему большому удовольствию Знакомство наше продолжается И вы уже Совершенно в другой ипостаси Что за эти вот Годы Что изменилось В вашей судьбе Мне была оказана Большая честь Мне предложили Перейти Работать на Атоммаж В качестве генерального директора Заместителя министра Энергомашиностроения Нашей страны И за последние 4 года Моя судьба Моя судьба была связана Непосредственно Со строительством И становлением Этого уникального завода Валерий Григорьевич Поражает очень небольшое количество людей Рабочих Работает на вашем предприятии Это действительно так Людей у нас мало Но они обслуживают Уникальное оборудование На каждом таком станке Который вот перед вами Здесь в цехах Атоммаша Выполняется До полутора десятков Уникальных операций Без съема деталей со стола 21% оборудования нашего Оснащены электроникой То есть На Атоммаши Сейчас сосредоточено Самое современное В мире оборудование И мы гордимся этим Потому что Это результат Большой работы Наших советских инженеров Ученых И рабочих Которые создали Такое оборудование Разработали технические задания На его создание Даже в том случае Когда мы его Заказывали за рубежами Нашей страны Вот как с вашей точки зрения Чем вы отличаетесь От западного предпринимателя Такого же масштаба Не только я А и мои коллеги Мы являемся Работниками Нашего советского государства Мы на государственной службе Государство наше Социалистическое Прежде всего И на первом плане У него это интересы Людей Интересы трудящихся И мы свято Соблюдаем Вот эту заповедь Вот предположим Происходит какая-то Реконструкция цеха Освобождается большое Количество рабочих Какова их дальнейшая судьба? Для нас нет проблемы К сожалению Мы очень мало высвобождаем Потому что тех Что высвобождаем Нам не хватает На покрытие дефицита В рабочих кадрах А каково же положение Администрации В частности вас Как генерального директора В случае Когда надо уволить Лентяя Вопрос поставлен Я вам скажу Обоснованно Потому что Закон у нас защищает В одинаковой степени Честного рабочего И бездельника Лодыря Нарушителя общественного порядка Причем К сожалению Очень часто Вот этого обстоятельства Из закона Который распространяется Одинаково И на тех И на других Бездельник Извлекает больше пользы Потому что Когда касается Дело Его увольнения С предприятия То он ставит на ноги Всех Все общественные организации Все руководство Он начинает писать В различные инстанции Он выглядит Как обиженный Иногда бывает Что легче обидеть Порядочного человека Честного работника Чем скажем Наказать Бездельника Человека Который приносит Прямой ущерб Наносит Нашему обществу Но тут возникает Другая проблема Допустим С соблюдением Всех пунктов Законодательства О труде Мы увольняем С предприятия Того или иного работника Но учитывая Вот сложившуюся В последние годы Сложившийся дефицит В рабочей силе Он тут же устраивается Через дорогу И зарабатывает Там подчас Не меньше А даже и больше Хотя через некоторое время Он и там начинает Свои художества В очередной раз Его оттуда увольняют Он идет На следующее предприятие И так он ходит По кругу Особенно В таких городах Как Ленинград Как Москва Где есть Где приложить свои силы Где с удовольствием Возьмут Не всегда разберутся В этом рабочем В настоящее время Я считаю Летун Прогульщик Человек Недобросовестно Относящийся к работе Стал большим злом У нас на предприятиях И нам всем нужно И используя законодательство Совершенствование его Используя все рычаги Которые мы Которые мы располагаем Нужно всем дружно Ополчиться Против этой категории Людей Мы всюду видим Эти объявления Мы привыкли к ним А тут тоже проблема Выбывают факторы Экстенсивного роста Роста за счет Увеличения числа работников Поставлена задача Перевести народное хозяйство На рельсы интенсивного развития Ускорить научно-технический прогресс Улучшить качество работы Всемирно повышать Производительность труда Тут очень многое Зависит от инициативы людей От их поисков Новаторства От той энергии С какой мы будем Подхватывать опыт Идущих впереди Представьтесь пожалуйста Богомолов Геннадий Александрович Ваша профессия Фрезеровщик Выработка 300% Какой у вас заработок 700 рублей Какая мечта у вас Найти соперника Ленинградский завод Полиграфических машин Тот самый где уже 15 лет Трудится Геннадий Богомолов Какой-нибудь особенный Перекур И снова в который раз Спор О Богомолове Такая же самая у него голова И такие же руки Ну что другой так не может что ли Почему мой другой мой И каждый из нас Так же может работать Неправильно сказал Ты бы так работать не смог И никогда не сможешь Во-первых Богомолов никогда не пьет Не пьет С похмелья он Никогда не бывает У тебя это может быть И бывало Значит теперь Это Богомолов Какую бы работу Ему не дал Он Только скажет Что завтра сделаю Или сегодня сделаю У тебя этого Не добьешься Ладно Можно год поработать Два Три А как он отдыхает Десять лет так работает уже Ну и что же Ну и что еще пять лет Может поработать А потом что А потом надо на печну А потом на печну идти Он договорит Что он не устает А никому не показывает Никому не показывает Он сделает и в тумбочку И замок Неправильно Женя Ты говоришь Значит Что Богомолов тебе не показывает Как он работает Приходи посмотри Почему вдвое выработка Вышивок От Богомолова Вышивок Рвачка Каждый передовик рвач Главная его цель что ли Деньги Ему слава Нужны не деньги И деньги А вам не нужна слава И деньги не нужны 23 февраля 1978 года Последняя деталь Деталь десятой пятилетки Нормировщики Известили о ней заранее Обычный день Обычные работы И деталь Как сотни других Удивительно лишь то Что сделана она На три года раньше Чем было предусмотрено Строгой нормой Успех И какой Ведь обработка металла Играет первостепенную роль В экономике страны В этот день Заводской коллектив За выдающийся трудовой вклад Выдвинул кандидатуру Богомолова На соискание Государственной премии СССР Иногда спрашивают Нужны ли такие рекорды Которые ставят Богомолов Но ведь ни у кого Не вызывает сомнений Целесообразность рекорда Спортсмена Рекорд это всегда Прорыв в будущее Это демонстрация Сегодняшних возможностей Человека Наших с вами возможностей В спорте В искусстве В любой работе Он открывает пути Для поиска Для совершенствования Лауреат Государственной премии СССР Геннадий Богомолов Стал чемпионом В главном деле Своих жизней И как видите Секретов не таит Охотно делится Ими с молодежью Ну и вот В процессе Так сказать Работы Анализа своей Работы Я сделал вывод Что нужно искать Какие-то новые резервы Новые резервы Оказались В поле Передовых приемов И методов труда Ведь примерно Кто из вас Вот примерно Считал Сколько он за смену Делает движений Всевозможных Вот примерно Кто-нибудь Может сказать из вас Ну как вы считаете Сколько вы в смену Делаете движений А после я вам скажу Сколько фактически Ну примерно Вот вы включаете Включаете Выключаете Кнопку управления Зажимаете Отжимаете деталь Причищаете Вставляете сверло Нет Примерно От 20 до 30 тысяч Движений Мы делаем смену От 20 до 30 тысяч И вот это каждое движение Даже вот смотрите Бросить взгляд куда-то Это же тоже Доли секунды Уже меня отобрал зеркало Я Это женское зеркальце Простое Как вы знаете Допустим При фрезеровке у станка Мы часто бросаем взгляд То на приспособление То на линф Чтобы особенно Когда фрезеруем пазы Или какие-то другие движения Мы часто смотрим Туда и смотрим сюда Зеркало что такое Секунда казалось бы Да А из секунды То же время состоит Еще такая вот Была вещь интересная Сидел как-то я работал Центровал детали Ну рукой прижимал И центровал Двумя руками А нужно значит Рукой взять деталь Сориентировать ее Поставить Другой рукой поджать Здесь опустить пиноль Вот Так я сделал простую вещь Вот на рукоятку управления Такую проволоку Это дело к ноге Значит сижу и поливаю Детали центровая Входит нормировщик Пришел нормировщик посмотреть Стояли-стояли Почесали затылок Да, говорит А что? Говорит Здесь делать нечего На ногу норму Говорит Не сделаешь Вот простой такой Ну вот что это дало Это мне почти В полтора раза Повысило производительность труда Потому что Движение-то секундное Насколько производительность труда Вот могут обычные часы Вот висящие перед глазами Повысить Как считаете? 10-15% Иногда мы начинаем Тихо работаем А после рвать начинаем Я же стараюсь этого не делать Вот я знаю Что я 300 деталей делаю в час 300 пазов И я значит В другой раз работаю В пределах 20 секунд В течение 8 часов Я укладываюсь в тот ритм Который я выработал Но я никогда Вот вы видите Я не худой Как вот бывает Что вот доходяги Такие от работы доходят Ведь это говорит Когда человек Допустим Пот на лице Или он устал И он так еле говорит Ой я как сегодня Так работал Что вот и меня ноги не держат Это не говорит о том Что человек здорово работал Это говорит просто о том Что мы не умеем Еще распределить Свои физические усилия Психофизиологическое состояние Равномерно И чтобы не напрягаться А в течение смены Работать равномерно Тогда ты не устаешь Скажите пожалуйста Вы после работы Сильно устаете? Ну вот скажем Предположим так Что вот Ты играешь в футбол Ну вот ты здорово Здорово играл Вот выложил всего себя И вот вы выиграли Ну ты устал Да как ты себя будешь чувствовать Хорошо или плохо? Нет А чувствовать удовлетворение будет? Приятно Вот То же самое я чувствую Геннадий Александрович Скажите пожалуйста Какой у вас Откровенно только скажите И припомните Какой у вас В вашей рабочей Биографии Был самый крупный Месячный заработок Я думаю Что этот вопрос Будет интересен И нашим телезрителям Ну самый Большой заработок был 1200 рублей Но Заработать конечно Было Намного Легче наверное Чем Эти деньги получить Потому что Главный бухгалтер Он Тут конечно В панике В панике был Хорошо что директор Еще у нас умница Был директор Сейчас он Первый заместитель министра Подписал эту ведомость Сам директор Да Бухгалтер не решил Нет Геннадий Александрович Какова на ваш взгляд Взгляд рабочего человека Главная связь Между заработной платой И производительностью труда Ну на протяжении Последнего времени Все мои усилия Знания Были направлены На резкое повышение Производительности труда Но Здесь второй момент Сегодня Недостаточно Допустим Повысить Производительность труда Только на Одном рабочем месте Иметь Высокий заработок А Эта Производительность труда Она должна Расти резко И по всей стране По всем специальностям В каждой отрасли Ведь что получится Если производительность труда Отдельных рабочих Будет высокая То есть заработок Будет высокий А Общая производительность труда Будет низкая То нам просто-напросто В магазинах Покупать нечего будет На те деньги Что будем зарабатывать Вы считаете Что общее Резкое Возрастание Производительности Труда По всей стране Это главная проблема Да Да Это сегодня Я считаю Что главнейшая Проблема По нашей стране Если допустим Сегодня будет масла Много Будет мяса Много Будет много И по так сказать По низкой себестоимости Если телевизоров Будет у нас много Это естественно Это будет Для всех хорошо Будет что покупать Будет куда деньги тратить И Основной же Принцип Социализма гласит От каждого По способностям И каждому По труду Но важно то Вот что Что каждый рубль Он должен честно Быть заработан Проблемы Которые волнуют Богомолова И его товарищи Сегодня злободневны Именно о них Шел разговор На ноябрьском 1982 года Пленуми ЦК КПСС Где подчеркивалось Что путь К повышению Благосостояния людей Лежит через повышение Эффективности производства Его интенсификацию Необходимо Сказал на пленум Генеральный секретарь ЦК КПСС Товарищ Юрий Владимирович Андропов Создать такие условия Экономические И организационные Которые стимулировали бы Качественный Производительный труд Инициативу И предприимчивость И наоборот Плохая работа Бездеятельность Безответственность Должны самым непосредственным И неотвратимым образом Сказываться И на материальном вознаграждении И на служебном положении И на моральном авторитете работников А вскоре Мне пришлось Участвовать В очередной сессии Верховного Совета СССР Где довелось Беседовать С одним из депутатов Украинским шахтером Иваном Ивановичем Стрельченко Иван Иванович Мы знаем Что И вот на сессии Об этом опять-таки Говорил Что сейчас Очень остро Встает вопрос Об отношении К труду О дисциплине Трудовой дисциплине Каждого работающего На производстве В любой сфере Народного хозяйства Мне очень интересно Знать Вашу рабочую Точку зрения По этому поводу Ну я считаю Что дисциплина Это прежде всего Залог успеха Работы Любое Предприятие Любой Профессии Почему Потому что О дисциплине Мы очень много говорим И несмотря на то Что мы очень много говорим Все равно Мы еще имеем На своих предприятиях И прогульщиков И нарушителей Нарушителей Трудовой Производственной дисциплины Которые Конечно Требуется Тщательное изучение И принятие мер Для того Чтобы избежать Вот этих всех Неприятностей Почему Потому что Как правило У нас сейчас Недохват Рабочей силы А еще плюс к этому Появляются Прогульщики На предприятии Несмотря на то Что вот И коллектив Нашей шахты Работает неплохо Предприятие Коммунистического труда Но все равно В то же время Проскальзывает Прогульщик То есть действительно Вопрос Этот находится В руках Каждого из нас Каждого человека Который трудится Будешь хорошо работать Будет соответственно Совершенно верно На людях На людях труда Стоит наша земля То что мы строим Сегодня Войдет в 21 век А люди Люди Третьего тысячелетия Они еще учатся В школе Как же нам Решать эту задачу Не ходи пожалуйста Ко мне Я сейчас накрою его Занавязкой А ведь на себе Решайте И будем ждать Что он напишет там Как он решит задачу Ребенок приходит Нам в школу Да Верчина Он готов Показать нам Все свои способности Умения Ему даже интересно Как я из его талантов Больше всего Пригодны Смешливость Понятливость Умение считать До 100 Аминь И всего этого Богатства И берем только одно Прилежание Как он интересно Там работает А мы ждем Счастья Как ты интересно Рассуждаешь Смотрите Как он интересно Решал задачу Хочу пожать ему руку Ребенок может Выучить Стишок За рубль И не из-за того Чтобы Ему обещали Велосипед Может быть Из-за того Чтобы радовать Родителей Однако Все это Негодная Матерь Для учения Как сделать Чтобы он Сам захотел Учиться Стремиться К учению Именно над этим И сошлись Все узловые Все важные Проблемы Современной Педагогики Экономисты Строят Прогнозы О качестве Будущего Специалиста Нашей страны Однако Все эти прогнозы Могут Легко Разбиться Олень Тебешного Трешника Перед ребенком Большой выбор Он может Поиграть В футбол Или решать Задачи Нужно дать Ему Простой Понятный И как говорят Действительный мотив И тогда Он поставит На уровне С игрой И учением Не будет Такого мотива Он Предпочит Взять Футбольный мяч И идти Играть Помочь Человеку Раскрыть Свой талант Это ли Неблагородная Цель Доктор Психологии Шалваль Санча Монашвили Считает Что к концу Этого столетия Главной Целью Педагогики Будет Не общее Развитие Детей А раскрытие Творческого Потенциала Каждого Ребенка Ребенок В школу Приходит Психологически Готовим К тому Чтобы узнавать Новое Не показить Эту готовность А наоборот Приучить К дискуссиям Как нормы Учения Показать Что любая Аксиома Была когда-то Гипотезой Это трудно Но таково Требуне времени Бревно Лежало на пути Бревно Мешало путникам Оно Один сказал Нехорошо Сказал И знай себе Пошел Второй взглянул Потом вздохнул И то бревно Перешагнул А третий путник Помолчал Он с виду был И хил И мал Он молча Скинул полушивок И в сторону Бревно Убрал Так Хорошо Я уже заранее Предвижу ваш ответ Какой вам путник Понравился Больше всех Умнее всех Почему Я перешагну Я перешагну Почему Он не обращал Он не обращал Ни на кого Внимание И это Болел Потому он был умный Что все руки Себе не запачкал Бревно Кто это был такой умный Второй и первый От большого умного Да Значит от большого умного Они перешагнули И пошли Да Ты считаешь Очень хорошо Глядя на этих малышей Я думаю о том Что в третье тысячелетие Они войдут С зрелыми людьми И очень важно Чтобы учитель Помог каждому ребенку Найти свое призвание Определить Будущий путь В труде И в жизни Как ты знаешь Какое дело сделала Доброе дело Вы согласны Да Не только для себя Но и для других путников Для других он это делает Хорошо Мне доставляет удовольствие работать Ладно Какой для нас это труд Какой Любимый Еще Еще Нет Приятный еще какой Еще С настроением С настроением мы работаем Тогда хорошо И раз Ну давай Чтобы человек работал хорошо Дружно нужен мир Что? Нужен мир Мир А почему нужен мир? Ну если Если будет война То мы будем строить А война будет все разрушать Так что у нас ничего не будет Ничего не будет Значит наш труд Должен быть добавлены Что-то хотели добавить Ну? Все живы Все живы В нашей стране Даже для ребенка Слова труд И мир Неразделимы Если спросить Самых разных людей Ради чего они трудятся За что Любят свою работу Каждый Наверное Ответит по-своему Потому что Интересно Ради общего дела Для счастья детей Но в одном Они будут единодушны Каждый обязательно добавит И для мира На земле Отстаивая дело мира Мы защищаем Естественное право Человека на жизнь Нам нелегко достались Наши социальные достижения В основе которых Лежит Героический труд Всего народа И свое право На труд Мы хотим использовать Ради прогресса Ради утверждения Жизни на земле Просыпаются степи В цветении А над ними Полнеба В заре Знаю я Повезло мне С рождения Я родился На этой земле На земле Царевой Человечной Омываемой Ширью море На земле Величавой Вечной На земле Легендарной Легендарной Моей Я иду По знакомым Просторам По любимой Земле Прохожу По надежной Земле На которой Полной грудью Живу Живу И дышу На земле На земле Царевой Человечной Омываемой Ширью Ширью морей Ширью морей На земле Величавой Вечной На земле На земле Легендарной Моей Встретят Встретят Счастье Своё Наши дети А потом Дети Наших Детей На земле Самой лучшей На свете На земле Самых Самых Мирных Людей На земле Царевой Человечной Омываемой Ширью Моей На земле Величавой Вечной На земле Легендарной Моей На земле Заревой Заревой Человечной Омываемой Ширью Моей На земле Величавой Вечной На земле Легендарной Моей Легендарной Моей Легендарной Вечной Моей Вчонка Йому